Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин но это фильм дотованный из публики, поэтому все полцы его спонсорами. В основе уже первая информация в форме написов, которая появилась в этом фильме, которая говорила о том, что Гродно было ареном развлечения через полков мельскости народных, заповидала, что может быть интереснее, а дальше было уже только интереснее. Познаймем в этом фильме историю Леона Ротмана, шлопца из шестой класы школьной, званого przez всех Лаосем, который станет мельскость жидовская в Гродне и вместе с другими жидами является преследованием. В основе от первого образа видим скалы этого преследования, где ОНР-овцы, в этом фильме абсолютно люди зли и звыроднели, нон-stop жидов бьет, докучают, mówią, что их выгонят станд, используют очень орденальных окрещений. Жиди в засаде отвечают добрым на зло, то, что делают подли полцы. Часами противоставят себя чинно, но маргинално, в покорстве взрослые. Все обелги, зневаги чувствуются обыдателами второй категории. Так само чувствует главный богатер фильма, Леон Ротман, которому маржусь, чтобы быть Збышком из Богданца, но довидаю себя от коллегов, что не может быть Збышком, потому что это был хлопец о блонд-восах. На ты собачь, какой ты смысл, это выключено. То же самое говорят ему научители, которые даже считают Сенкевича, что Збышком был дугие волосы, был блондином, а посмотри на себя, ты смысл, ты смысл, ты смысл, ты смысл. Нет, нет, это не входит в игре, поэтому его маржение, как бы он был в школьном представлении, с Збышком из Богданца, остается приклещен. Так само остаются приклещены его новые маржения. Когда он шекается до выезда на обоз харцерский, в общем, до вступления до харцерства, довидаю себя от дыректора школы, что относительно вступления до харцерства это дорога далека, а обоз харцерский, нех запомни, ну, по-первых, Жид, по-друге, его брат jest komunистом и, в общем, он замкнулся до więзения, потому что этого не говорили на встепе, что Жидцы действительно были преследованы через ОНР-овцев, в этом фильме, приятнее так это представлено, через polskих националистов, замикани до więзий через polską полицей, которая, в результате, находится в мешкании Леося Ротмана, где матка, оцец не живет, в покорстве, взносит этот трудный лос. В результате полицей грозит ей, что, если дальше сын будет коммунизировал и принесет такие коммунистические улотки, вновь, то она может тратить до связи, а тогда сын тратит до сироцињца. Такая была очень тяжкая, но подобный лос он в Гродне, в гродне, в общем, како всех других жидов, они с тобими, как, например, зегармистрица, который стоит добрый, спокоен, человеком, а доля сегодня говорят о том, что он пархем, ажидом, и может увеличить его. Можно сказать, что это спитит в Гродне, в общем, в гродне была велика, в каждом кроке. Отплакают, как говорили, на то великое зло со стороны Polаков добрым. И так доходит до войны, где война, можно сказать, сменяя все. 1-го года, это еще час олегный. За те, как говорили еще о том, за те наречения, неизвестные, неизвестные, Леон Леось Омаль не тратил жизни, потому что взроспачный бежит по разговору с директором, который говорит, что не будет с целой уверенностью на обозе харцерском. Бегнет взроспачный до дома, улега выпадкови, омаль не гиня. То есть омаль не кончится ситуация для него. 1-го года, 1939-го года, все, а ведь война и есть все, что-то иначе. Потому что это кресы далеко от арены działań войны, есть еще апель в школе, где директор говорит о полской армии, но где приходит до бомбардирования и бомбардирована остается właśnie школа. Леон, потому что он является зауручным постачем koleжанки Эвелины, которая в какой-то способе чувствует также до него симпатии, хоть в большую, до его polskiego коллеги, пробует ратовать ее, потому что она является в полной школе, вбега до этой школы, до полной школы, чтобы ратовать коллеги, которым есть зауручоны Эвелинэ, остается отбранный и так оцененный, как акт великого тхурцовства, а даже без данной глупоты, потому что только глупец может сохранить себя перед бомбардированием в полной будинке. «Чы может быть большая несправедливость?» задает себе питание вид, niż такая оценка Леона, который, срешно, поддаванный был такой оцене в окресе предвоенном каждого дня. А леотосовики зближаются до Гродна и оказывает себя, что Леон не является уже леосем, а он уже великолепным богатером. Дознает следующих зневок, когда на барыкаде притуда он себя до этих workов с пиаском и где цель рост слышит зневаги и жарты антижидовские polskих жоуниевых. За chwilę могут быть с Советами, а дровят себе и бавят себе в «найлепсек» пиот себе полсси жоуниевы з Жидов. М.м. «О, попачьте, прислали нам посијки, шкода, что кошерны». И таких жартов есть на этой барыкаде, которая за хвиле ма давать отпор Советам без лигу. Але Леон то вскодзельно зноси, бо так, как то Жидзи, добремо odpowида на зло. Więc, когда оказываетесь, что аварию улега działка Бофорса, то декларует, что знает одного фаховца, который это działка направил и припроводза Жида, знаного из первых сцен в фильме «Зегармистра», который это делка oczywiście направил. А ведь снова, отвечает добрем на зло, потому что полцы перед войной с него кпили, вырисали его, говорили «вон, Жидзи, парху, с нашего миста». А он тут приходит, и направил это делка. И за хвиле се окаже, что деки этому направленному этой армаке Бофорса, удается одепреть атак Советов. А ведь, если бы не помочь этого доброго человека, Жида, загармистра, который в ответ на все уподленения перед войной так прекрасно помогает polskим жоунижам, что направил это делка, а это делка затримает напор Советов. А это все деки Леону, молодому жидовскому холопцу, который тоже отвечает на зневаги добрым. Можно сказать, это невероятная история, wspaniaла история добрых людей, которые ко и рушь нон-стоп на зло отвечают добрым. Но это не конец богатерства Леона, потому что, когда жоунижи говорят, скотч по воде, приноси воде, то берет много этих маниерных востковых и с наражением жизни, потому что грозит смерть, чтобы достоять воду, но это не конец. Потому что, когда появится информация, что сближаются советские цоуги, один из жоунижей не зла роли топы, говорит, что ты здесь стоп, я здесь из-за ваше много, у нас на захоте вас есть мало, можешь мне сказать, где их лучше затрить? И он бежит с кемпрома жоунижами, всказывает дом, с окей будут рвать бутылки с бензином. Конечно, очень быстро zostают через Советов злокализованы, тяжело поранени, но остается Леон, Леося. Берет бутылки с бензином он один до конца не овраке, а если подсветить, в облице смерти. Можно сказать, невероятная постач, невероятная история и было бы красиво, если бы была настоящей историей, потому что фильм есть Прежде всего, в истории и с целой уверенностью поймут на него тысячи молодых людей, польских учеников, до школы. Не есть опции, чтобы вышли из такого кина с доказанием, как смутно быть Полаком, как и великой встыд быть Полаком. По разу, что, наверное, стало нам что-то очень злого. Пан Бух нас очень скривлил, что мы Полаками. О, потому что если бы мы были Жыдами, то что-либо. Люди добрые, люди зелени, люди, которые могут быть в сердце, люди, которые могут на зло отвечать добрым, а одновременно, как же они лучше от тех, которые их кривили. Такое есть прислание этого фильма. Я не знаю, если автори сделали это цело, но моё 54-летнее жизнь, 30-летнее doświadczenie дженникарские и знамость этого темата всказывает, что в таких тематах и в таких случаях случаев не было и никогда не было. Не знаю, на что лицом автори. Быть может на Оскара, быть может на другие награды. Они с целым уверены, потому что фильм не так топорный, как бандыцкий фильм с Марзовского «Веселе 2», тоже дотованный через Глиньского из «Панства Пенеды», о котором уже тут говорили год тому, бандыцкий, антиполский фильм, но страшно топорный. Так топорный, что даже Жыди не могли нести этой пропаганды, видя эту топорность. Если говорить о образ Орлэнта «Гродно 39», то это не фильм топорный. Это фильм, в котором главные постачи могут быть хорошо нарисованы. Посточь Леося взбудра симпатии. Музыка есть ладная, может не выбитная, но с целым неси фильм. Незлые сцены баталистичные. И генералне есть в этом фильме пара сцен, которые могут себя видзови подобрать. Но преслание есть эвидентное. Жди Полцы, добрые Жыди. Полцы, которые, можно сказать, противставинем, а в засаде и Жыди, которые соматом для Полаков. Для Полаков гнущных, зауганных, подлых. Полаков, которые только в купе соминами, потому что много народов рвется на одного маого Леося. Такие сцены повторяются, как и рушь, с ножами. Тем временем Жыди являются противнестами этих Полаков. Они добрыми, шлахетными, выбачивающими, делными, которые потратят отдавать жизнь за ту Польшу, которая их ненавидит. Можно сказать, с таким przekонанием о Полахах и Полстве, которая есть подлая и о делных, добрых Жыдах, выйдет учень, который обидит этот фильм. Выйдет с кино, учень, который обидит этот фильм. Сомином. Сомином. Это очень злый образ. Очень злый образ, потому что он гораздо лучше не безопасный, чем в СЛ-2, именно через то, что он гораздо меньше топорный. Навязываем его с эмоцией, которые вид может отчувать, смотря на посту Леона. И так как я говорил, все было бы хорошо, когда бы это было правдивое. Задайте себе затем pytanie, если такая ситуация могла быть место? Я не знаю всех о всем, не человек, который посетит всерьез. Если кто-то задал бы вопрос, что это теоретически возможно, что был такой жидовский хлопец, который, преследованный, битый через Пола, заховывает себя так богатерско и бронет этой Польши вбрев другим Жидам. Что это действительно возможно? Прежде всего, теоретически все возможно. Так же, как теоретически возможно, что малый немецкий хлопец в полско-немецком или в полном месте Гданске в 1939 году помогает оброницам Почты Гданской, которая является атакована через его немецкого ойца и его немецких коллегов. Но он, интегрованный współчувствием для своих polskих коллегов, помогает им, мимо того, что эту почту атакует его отец и его немецкие коллеги, а он сам является Немцем. Такий фильм может быть возможно. И, конечно, кажется, это абстракционно. Но я верю в это. Я думаю, что если бы, о не дай Боже, Дональд Туск и расчет этой холоты вертили до власти, то кто видит, что таких фильмов не будем смотреть. Я думаю, что это было не абстракционно, как то, что я смотрел на фильме Орлента Гродно 39. Бо этот образ, пожалуйста, я не твердю, что не было у него от регула. Завси есть. Но правдоподобиество выступления такой и такой ситуации и такого богата и таких ситуаций, которые смотрели в этом фильме, это впечатляет. Это впечатляет, которое треба бы шукать под микроскопом. Такий есть великий. Инными словами, ктось тут попусти в воде великой фантазии, а фантазии очень, очень шкодливой и очень не безопасной. Уважам, что гораздо более не безопасной чем в «Веселе 2». Почему? Потому что скажем, как было на самом деле. Описали мы в книге «Поврот до Едвабного 2», тут еще, может попросим, дегрессия, есть в этом фильме, «Орлента Гродно 39», одна сцена, одна, может две сцены, которые дают видови надежи. Таким видови, который имеет историю, который имеет историю, в том числе, который может быть в одном месте, что может быть в одном месте автори заховывают себя очевидно. Это та сцена, в которой брат Леона, брат Леося, который каким-то чудом опускается в «Веселе», потому что есть война, врага до Гродно и шекает вместе с другими, не знаниями нам особами, и видим, что это бронь, с которой они могут стрелать, потому что это потом случится, и не до Советов, а до Полков. То есть та сцена, которая навязывает, которая, кажется, которая, кажется, на шансе навязывать до фактов истории, о которых зараз оповем. Но это только минута. И та надежа мия на участие на участие творцов, как мы для Набањка. Распешка, как мы для Набањка. Можно сказать, что минута после того, когда повстает святое, которое мы видим на конце тоннелу, это, кажется, святое надежи на участие, что оказываетесь быть светом локомотивы, которая пэдзи на нас с великой силой. Потому, что автори очень быстро оказывают скренту и оказываетесь, что так на правде ци стрелали полским жојнижам в плеце это не только Жиди, а более диверсанци, коммунисти, которые, еще послужим языком росыським. А ведь все это так загматвано, затемнено, как в свяце цени, где автори разумели, сдавали себе праву, что не могут полностью поминуть этого вонку, но одновременно показали его так, чтобы был неясным, замазанным, незразумимым. И бы видси мил права, что не только Жиди стрелали полским жојнижам в плеце, что ищущие дыверсанци, росысьцы, коммунисти, а там в среду них мог бы зналеться один или другий Жид. Но все это замазанное, неясное, на pewno не есть образ правдивый, о котором за хвиле вам покажу. А так выглядит этот фильм. Уважам, что это один из более шкодливых фильмов, просто потому, что не так топорный, какие релации полско-жидовских, какие правды о том, что Жиди в 1939 году робили на Кресах Вскодних. И Мам только надеже, что многие научицы, за ним решили путь на этот фильм с учениами, обејжат самим, обејжат самим и вырабят себе собственную опинию. А если будет эта опина опата о факты истории, то не мајд не заберем своих класс, потому, что они будут видеть, как подлое гарство, как антиполски, как антиполскость, как про-жидовскость 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 из этого фильма. В книге «Поврот до Йидвабного 2», которая является элементом нашей трилоги «Поврот до Йидвабного», на базе которой повстај фильм «Поврот до Йидвабного», который 17-го как бы было бы повсеть на Стадине Силоском по жару, когда встреча нужно было прерывать. И так это тогда было. Конец к концу знижено наш канал. Сродовства про-жидские и жидские поддают наш фильм в totalной нагонке и в totalной цензуре, даже не видя этого фильма, потому что нагонка началась еще перед его премьерой, когда только несколько прийти, зажимые и творцы видели, как этот фильм выглядит в целом. Продолжение следует, которая создается в целом фильме «Поврот до Едвабного 2», на базе которой в целом фильме «Поврот до Едвабного», также связано с этих событий с 1939 года и также с Гродна, где вместе с Томом Будзињским, который, как вы знаете, былым сшехом delegатуры АБВ в Лублин, но который также из выкшелениях историком, доцирали мы через несколько дней, а даже месяцев, до запомненных архивов, до закурzonyных документов, памятников, вспоминений, до кроник парафиалных, где дотарли мы до многих еще живых святков. Это было, может быть не было много, было их менее чем 10, но доцирали мы до памятников многих других людей, которые, уже дни их с нами не было, но оставили свои преслания, свой приказ в форме писемной до wielu кроник, до wielu документов, до запомненных архивов. И с тех всеских преслань заварили мы один потяжный раздел в книжке «Поврот до Едвабного 2», который показывает, как это выглядит на правде. Прошу вас, это факты. То, о чем в этой chwili вам сейчас говорю, это факты. 30-го, 17-го września 1939-го, как все все знают, в мышь пакту Риббент-Роб-Молотов, Союзи пропускают атак на Польске. В засаде не мы żadных шанс, потому что 500 тысяч войск советских, а Польска тогда крвави, в захоте, на полноте, на поуднию, в войсками немецкими, и также, о чем виноват, не помните, «Словакими, jesteśmy сами, оставили через союзников, Польска крвави, Польска умира, оставлена сама себе противо największej, вовчесной потензе». И вот тогда, 17-го września, на том, в тамтом терене, уже в засаде безбранную Польску, бо остались głównie резервисти, припада потяжное ударение двух frontов советских, бiałорусского, украинского, 500 тысяч людей, тысячи возов боевых. Потяжная армия ударла с великой силой на, в засаде, безбранную Польску. Для полских жоунижей это тест, так на правде, honorу и отваги, бо о zwyцијствии не ма мовы. Можно сказать, тест, который можно списать в двух словах. «Глория виктис», «Хвала zwyцијженным». Скоро и для людности, на тамтых теренах, это тест лошадности. Тест, которого не задают ни маси украинские, ни маси жидовские. Здравствуйте! Страшлива гехенна Польску, которой в истории еще не было никогда. Украинцы и Жди отварти выступают против польским восткам. Вбежали нож в плечи. Тысячи боевиков стреля polskим жоунижам в плечи. Улан Савицкий. Жиди, раз прийду до Улана Савицкого, Жиди проводят, не только стреляют polskим жоунижам в плечи, но также проводят для советских армий. Идут на цели этих великих заготов панцерных и заготов пехоты. Проводят, познают терен, они местные. Один из таких заготов видит Улан Савицкий, который стреляет до жидов идти на цели, как приводников. Отправит ему советский чоуг, который забивает polskого жоунижа на месте. Потом доезжает до него забитого тела и разъезжает это тело, ездить в том и с повротом, так, чтобы в этом полахе не осталось. Позже его мама идет в это место, и сберет эту землю, центром по центром, чтобы из этой земли, где стал вгнеционый ее мертвый сын, сбудовать похувек, сбудовать место смерти. Такой символичной, можно сказать, гроб. Коулејне миастечка входит в рэнце советов. В рэнце советов. В рэнце Дзињне вспомнение написала Халина Балцерак, тогда 10-летняя дзевчынка, которая оцами 10-летнего дзевчынка оповиада о своей и родине безденной распачи и о велкой радости сетек жидов, которые вылгают на улице, витают входящих советов. Полцы плачут, полцы сэм злозпачени, полцы сэм бичи, полцы сэм забијани, жидзи сэссэм. То есть вспомнение 10-летней дзевчынки сэм злозпачени, ци, кто жи прожијј, не бљдом могли ани на заюц, ани в наступних дниах робијц закупов в жидовских склепах. Те склепы са отвираны только для Жидов и только для новых гоподарей, можно повијть в этой земи, талии Советов, которых вспомнение на каждом полу жидзи. Жидзи и Совеци мордуюј безбранную ползку людној, мордуюјјцов. То о таких драматичных выдашниах написе генерал Стефан Грот-Ровецкий до Лондону, когда писе, что жидзи ручилися с фуријм на урзэнди ползки. Урзазали масове самосонды, мордовали функционариусы. Были мордерства на цивилах на велком скале. До подобных ситуаций доходи в Брзостовице Маћеј, где узбројона в нурзе и секире банды под преродництвем Жида, Зуско Айзека, займје двур з урзэнниками. Че напије займје двуре, а наступне впровадзе там урзэнників збраных з околичних миаст и миастеццек. Ци урзэнници, разем з właћцителем двору, са мордовани, але не так себе кулом в голове. Са мордовани годзинами. Пастјјося над ними. Звюзојјо офиарам рэнце. Бијјо кијами. Змушајо до зједзена вапна. На конец закопјојо живцем. То, кој си там дзеје, можна повјдець, односи се до дзесјотек и сетек полских вси и миастеццек. Незвычайне мордовства Жыдјјо и Советјјо. Жыдјо јко прјодници и współчестници збродни, але мордовства з велким бестјалствем. До којјных збродни доходи в гмині Жыдомла, гјо правцы забијајо офиари сиекирами, топорами, нәзами. Можна повијож Creне зе нhtе опојдтјат електратнјцццкјо од facto дхјхијо и нс distinctе зајццојо. Јдема з Neinнёна дзејптјо зе you world Вајцццецццццц�ција дзејце, до слупа, а затем живцем обзирают его из-за скуры, пастфидаясь через много, много часов. Заним умрешь, он увидел, что то же самое делают с его родиной. То, что происходит, происходит каждый день в десятках в си, в полных и в миастах. Берут в этом участие Жиди и в этом участие Союзи. До организованной диверсии доходи в городинском миасте Сидель, в котором полска людность, в котором жидов, мяла пополнить речку невыбаченную, потому что мешканцы этого миасте, подаль Гродно, уфундовали 76. пусть пище из Гродно, тяжкий карабин машинный. Речку не до выбачения. Доходи до подготовленной диверсии, доходи до самосудов, доходи до збродни. На веще о том, что Жиди мордуют 300-собовый отдел Жидов, мордует мешкацов этого миаста, прибыва отсеч з Гродна. Гродно перед войной было потяжным гарнизоном, одним из больших в Польше, но большинство войска уже в этом часе в Гродне не было. Гродно перед войска стануя часть армии Прусы, броня ползки на захоте. Застало там уже не wielu жоунижей, але прибывают на помощь в миасте, дают отпор 300-особовой банди Жидов, которых wielu забивали. Одночасно вызвалили еще не замордоваными через жидов ползких яйцов. Радость не трва долго, потому что зближаются загоны панцерные советские. Ползки жоунижи, оставяясь в Сидлу 40 полеглых, выцепляют себя до Гродна, которое будет kolejным пунктом опору. Опор не трва долго, трва зaledwie несколько дней, бо большинство ползких жоунижей из Гродна валчит в этом часе на захоте. Чи, кто там сом, то преважно резервисти, очень нелични, поэтому опор трва очень кратко, но есть. И факт, что есть, поводит, что Совицы доходят много дражных мордов. Вызначают, дают Жидам возможность, чтобы они вызначили, кто станет замордованы. Жиди выбирают в Гродне, в котором точится акция фильма Орлента Гродно 39, то Жиди выбирают 130 mieszкаńców, вг. них, наиболее патриотичные, польских, тем, кто ставили Советам опор, а также тем, кто перед войной были наиболее патриотами и выдают в рюкс Советов этих Жидов, а затем, вместе с Советами, Жиди, этих 130 наиболее польских богатеров из Гродна, особище мордуют. Так выглядит правда, а не так, как в фильме Гродно 39. Успејне уст отверцовано, поставено справы на голове. Колејне место, где пробуют полсцы жојнерзи на початку бандам жидовским, а затем загодам советским противставить себя, то Вилно, где есть сильный опор, а затем опор тоже не трва дуго. Прошу пајства, так можно повијдить, элемент по елеменці, миастешко по миастешку, міще, миасто по міщу. Писалијсьме то всеско зе шчегујами. То, кој стру тут повијдяјм, то са залејдве прикјдя, можно повијдяјдзи, бадзо вырывкаве. Јх тут повијдяјм залејдве кијдка, але в нашей кијдзе «Поврјт до Едвабнејго 2» са дзесјтки и сетки таких ситуациј, описаных о факті, о даты, о конкреті, где показуємо bestialство Жидов, здраду Жидов, а также мас њкрајнских. Показуємо те бандыцки зброднј, которые нигде не дочекајјся справедливојсти. Те зброднј зестем описујм также Жиди, м. ин. жыдовский хисторик Дон Левин, который описує час, кијды вешли Совеци на те терены, терены Гродна, терены Вилна, и како час велкій шчэшливости Жидов. Писе, то был добрый час, где вешче Жиди могли се почујть как у себе. Так описује то жыдовский хисторик, а одночешне мамы памятники, вспомненија, показуємо автору в книжце Поврота Йедвабного 2 з именија и назвиска, ктожи писја о безденнеј розпачи Полаків, ктожи мордовани, бици, забијани каждого дня, преследовани пресес масе жидовске и војска сувецки. Просе пајнства, однејсјте те раз то пајство от зайнересованих, но нистете, мусе одеслач, а рамы тегу програму не позволяјам, абим оповедзял о всеких прикладах збродни сувецких и збродни, прежде всего, жидовских, бо у них се то всескало на теренах всходних в 1939 року, бэм оповедзял о том в рамах тегу јднејо програму, więc зайнересованих мусе одеслаћ до ксијшки Поврота Йедвабного 2. Просе пајства, як се брони пред тим кјамствем, потэжным кјамствем? Єсто обрана безнадзейна, розпачливе безнадзейна, бо жидзи мајо рјонд душ над свиатем, бо мајо пенјодзе, бо мајо в�адзе, бо наш рјд, всеске наши рјды, така же тен оцне рјд, то рјды прожидоске, ктое з таких чи інших поводов спріјјо такіј нарација або з тхурцотва, або з гнущности, або з інші, јсшче горшых поводов. Бо так наўрде Институт памяти народове не займеся такими справами, бо ся по-просту теж бојо, вђле зближаћ до таких тематів, бо фундација народова хэтни купи јахт, кторым пыјва по свијче, але не зробија ани јднего филму, а моглабы зробијць дзесјтки филмів, ктое бы показајајо правде, як то наўрде выглядајо. Не зробијо, не зробили през те всеске лата. Бојо се. Або јсшче горзеј, что то не только страх, але којс јсче значје горшего. Мы зробилијјо филм за пенјодзе от пајства, за скромнијтки буджет, филм на трех контенетах, за 400 тис. злот, до кога дођылијо, не зарабяјоць ани гроша. Поврјт до јддвабнејо, ктое натихмиаст знишчојо, збанувајо. производовалијјо всјм сумтем кијкадзесот тис. пјит, ктое роздавалијо до филму, дојпки милијо пјити, проће мајо ќе напијо – копиј и подай дајј. Просјац, бе та правда сі разходија. То всеске завалијшме в тим филме, заваліјшме в кјошце Поврјт до јддвабнејо 2, за всескими шчегојами, о которых тут не удалось говорить, потому что не было таких возможностей. Как себя перед этим бронить? Это очень трудная, очень нерывная walkа, потому что враги есть вне внутренней и тхори, которые спряты врагу, также вне внутренней. Дотают такие фильмы. Глина Глина действительно человек, который верь в это глубокое пекло преднём. За дотование Весела 2, за дотование такого фильма, за дотование других жидовских образов, которые хламят, которые прописывают нам наибольшие цехи, а Жыдам наиболее. Но такую мы, пожалуйста, речевность, когда очень трудно перед этим бронить. Что мы за этим можем бронить, сделать? Oczywiście, возможности мы очень большие, но это не значит, что нужно ничего не делать, что нужно милчать. Впрочем, я не без козеры взял в себе до сердца слово «Нигдя не поддавай», которое мне прищвечет, «Нигдя не поддавай», «Нигдя не поддавайся нигде», «То, что каждый может», «То, что каждый может», «То, что каждый может». Я под вплывом этого фильма, который объезжал в пятницу, а сегодня мы недели, когда наградим этот программ, я решил, чтобы через целый месяц до каждого замужения, которое вы можете сделать на нашем склепе, абсолютно до каждого, дать в форме презенту, дармо, в книжку под титулом «Поврот Дайдвабного 2», где есть опис всех этих историй, о которых я вам рассказывал. Кто, кто не сделает нише, говорит очень мало, какие это имеют значение. Кто-то, кто-то может cynичный или злощливый, говорит, что он не отдает, потому что ему залега, а не залега, а именно обратно. Уважаем, что мы должны сделать то, что до нас нужно, чтобы эта правда до państwa доцирала, чтобы этот фильм «Поврот Дайдвабного» и книжка «Поврот Дайдвабного 2», где есть опис всех этих страшных вещей, которые делали в Гродне и в других миастах, в миастах и в сиах, в вшедней Польше, в добе зрады жидовской и агрессии советской, чтобы это доцирало до państwa. Поэтому повторяю, что каждое замужение в вершине, которое вы можете сделать в нашем склепе, мы до него доставляем в форме презенту «Кратис», книжку под титом «Поврот Дайдвабного 2». Уважаем, что tyle можем сделать. Быть может это мало, но мы, что tyle можем сделать. Прошу, чтобы вы почитали эту книжку по-прочитанию. Далее, потому что она доцирала до людей. Верю, что каждый может сделать это. Мы можем сделать это. Вы можете полецировать этот программ. Вы можете также интересовать других настоящим историей. Вы можете тем, кто выбирают себя на фильм «Гродно 39», сказать «Застанувься, а может за ним пойдешь, потому что это твоя воля, запознайся с фактами истории». Вы можете сказать научительству «Я не хочу, чтобы мой сын или моя корка oglądaал этот фильм», если вы знаете, что школа выбирает себя на этот фильм. Вы можете также поговорить с другими людьми, которые говорят, как Томик Будзиўки, которые говорят вам правду, то, что я тут говорю вам, а то, что в шагуах написали в книжке «Поврот до Едварного 2». З самым уверенностью, что делать нужно. Нужно делать это нужно. Нужно этому противставить. Потому что однажды можете быть уверены, что если не мы будем брать нашей прошлости, которая, на самом деле, ма тенденция до повторения себя и которая, на самом деле, не ма конца в нашей теражнейшости, то никто этого за нас не сделает. А те все кламства жидовские служат тому, чтобы сбудовать тут подвалинэ, то, о чем мы тут говорим, подпшишлеполин, которые они себе тут вымажали. Нужно этому противставить. Как? По-просто правду. На конец попросzę Państwa еще раз, бо роблю это по каждому программе и буду это делать надал, потому что сон захочет независимость и волность. Мы ждали только на вас, на наших видов, на наших читальников, которые смотрят наши программы, которые купят наши книжки, которые нас спирают. Так долго, как мы видим, что до вас доцерами, что книжки до вас доцерами, что те фильмы выглядят, что вы нас спирают, что мы можем сделать новые фильмы, или пракеты, такие как Повроту Едвабного, или в мейшей скале какие-то reportажи. Так долго будем это делать, потому что без государства так на правде не значимы ниц. Не сега мы по грошу публицины, уникам его, потому что так купить себя неволников. Мы хотим быть в зависимости только от видов и читальников. И поэтому, как всегда, на конец попросzę Państва о спартие тех, которые узнают, что могут и считают, что важно нас в этом деле, которое творим, а дожимы до того, чтобы сбудовать portal, когда зникнем стон, так как раз уже раз сникнули по фильме Повроту Едвабного и когда так на правде забануют нас уже wszędzie. Застает, чтобы этот portal, место, где Państwo найдете наши информации о наших najнowsших książках, о наших фильмах, reportажах, audiobookах, где мы могли до Państwa доцинать с приказом, с пресланием, так как это делаем здесь, где еще здесь мы. По збанованию нашего канала повстал этот. Повторно оттвернулся, но не мы злудеем, что здесь мы, что мы можем не быть, подобно как в других местах. Можем иметь этот portal, чтобы притрить. Без Państва не притрваем. Если кто-то узна, что может и важно нас вести, покорнее о то просим на нашей строне сумнишки.пл. Есть информация о зрзутце, где можете Państwo доведеть, как нас вести, если кто-то может и узнает, что важно. Дякую за kolejное дзюсшее spotkanie. До zobaczenia небавем. С Панем Богом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин